Привет! Это очередное видео, в котором мы будем учиться подтягиваться. Если вы ни разу не умеете подтягиваться после этого видео, если вы начнёте на собой работать и посмотрите его до конца, я уверен, что вы начнёте подтягиваться и сдвинетесь с мёртвой точки. Я вам расскажу о лучших методиках, которые можно применять для того, чтобы начать подтягиваться. Люди мало подтягиваются из-за двух причин. Либо это излишний вес, который мешает им подтягиваться, либо это малая физическая активность и те группы мышц, которые должны способствовать и помогать вам подтягиваться, не участвуют в должной мере. Чем меньше у вас будет собственный вес, тем легче вам будет подтягиваться соответственно. Первый способ научиться подтягиваться – это негативное опускание. Когда вы находитесь над перекладиной, чем быстрее вы будете опускаться вниз под собственным весом тела, тем хуже у вас будет физическая подготовка на данный момент. И со временем, когда вы начнёте тренировать, вы заметите, что вы всё медленнее можете себя опускать и уже вес вы контролируете. Таким образом вы начнёте крепнуть. Такую тренировку проводить можно 3-4 подхода. В первом подходе 6-8 повторений, во втором 4-6 и в третьей, четвёртой по 3-2 повторения. Второй способ для того, чтобы освоить подтягивания – это частичные подтягивания. Когда вы подтягиваетесь до середины, не подтягиваетесь полностью, а выполняете половину подтягивания, оно также будет способствовать укреплению вашей мускулатуры и построению нужных мышечных цепей, которые в дальнейшем вам позволят подтягиваться хорошо. Также можно выполнять 3-4 подхода, подтягиваясь по 4-6 раз в подходе. Третий способ для изучения подтягиваний – это помощь партнёра, либо подтягивания с резиновыми петлями. Также смотрите, чтобы партнёр не полностью вас подымал, либо вы максимально опираетесь ногами, а чтобы вы тянули мышцами спины, рук, чтобы польза была от такого упражнения. Также резиновая петля применяется в этом упражнении, которое будет позволять скидывать ваш собственный вес. Соответственно, вы будете, когда останете ногой на резину, будете весить меньше, нагрузка на руки и на ваши мышцы будет ложиться меньше, и вы будете подтягиваться. Так можно подтягиваться 6-8 раз с помощью партнёра, либо с помощью резины. И в дальнейшем вы освоите технику и начнёте подтягиваться без партнёра. Либо начинать, если набивая подготовку людей, начинать с помощью партнёра и просить, чтобы он либо опускал руки ниже, либо резиновую петлю ослаблять, чтобы постепенно вы выходили в правильную технику выполнения подтягиваний. Следующий способ изучения подтягиваний и укрепления своей мускулатуры и торса это подтягивания на какой-нибудь низкоперекладине, либо опоре, которое также будет способствовать скидывать ваш собственный вес, и нагрузка будет возлагаться также меньше, но подтягивания вы можете выполнять такие же, выполняя их, вися на низкоперекладине, и тянуть себя либо к груди, либо к подбородку. Также будут напрягаться мышцы спины, будем сводить лопатки, и нагрузка будет ложиться на руки. Такое упражнение также можно выполнять по 6-8 раз, по 3-4 подхода. Подходит к концу это видео, хотелось бы подытожить, что если вы будете работать в этом направлении, и будете использовать одну из методик, либо все вместе, вы заметите, что вы быстро начнете кипнуть, и в дальнейшем вы легко освоите подтягивания. Также не забывайте, если у вас есть лишний вес, надо необходимо его регулировать. На начальном пути, когда вы только начинаете осваивать подтягивания, не заморачивайтесь о том, на какую группу вы тянете на спину, либо на бицепс, это будет ненужная информация. Тут самое главное для вас, это дотянуться до подбородка в дальнейшем, то есть, чтобы вы качественно потом выполняли 5-6 своих повторений, и дальше, когда вы начнете хорошо подтягиваться, у вас окреплена вся мускулатура, пресс, руки, то есть, вы можете в дальнейшем уже менять хваты, широкие, различные, можете в углах различных подтягиваться, то есть, это придет потом, на данном этапе нет необходимости. Ваша главная задача, это дотянуться до подбородка и подтянуться. Если вы запланировали и не будете пропускать тот план тренировок, который для себя поставили, то вы заметите, что через месяц ваши мышцы начнут крепнуть, и тот объем тренировки, который поначалу для вас казался большим и невыполнимым, то через месяц вы будете выполнять и начнете подтягиваться, подтягиваться лучше, больше техника улучшится, и вы освоите это подтягивание. Если это видео было для вас полезно, ставьте палец вверх. Если вы начали тренироваться, и у вас начинает что-то получаться, пишите обязательно мне в комментариях, мне интересно об этом знать. Я за вас очень переживаю, держу палаки, у вас все получится, главное поставьте себе цель, и вы освоите это подтягивание, смотрите следующее видео. Всем пока!